так сниму на новом месте разлив речки или такое можно сказать озерцо такое вечереет с вами марина морок темнеет прям так вечереет поздняя осень такое все прям осенние пора все я переехала чем сейчас я вот так вот с вами короче говоря поздороваюсь в общем с вами марина морок я все можете меня поздравить с переездом я переехала окончательно сегодня мне провели интернет это значит что в принципе уже все можно жить с вами марина морок селфи на фоне осенней реки вот что-то вдруг меня одолела какая-то странная печаль во-первых сегодня дядя руслан уехал домой к себе что-то ему поплохело там первый раз капли приезжал сюда ему поплохело второй раз то ли от воды что-то он как-то плохо реагирует на местную воду хотя он ее не пьет мне не мысль особо в общем я не знаю это он наверно перенервничал в связи с переездом он наверно разволновался распереживался вот почему то прошлый раз ему было плохо дурно как-то не в этот раз ему тоже что-то было плохо еще вчера на даче от мы приезжали там короче котлеток напекли в печке тут всякие есть ну тут плюс конечно тут много магазинов всякие мясные и разливные напитки какая-то мясная какая-то кулинария то есть и просто там всякие пятерочки дикси магнита это конечно плюс магазинов тут дофига по сравнению с бужениново это все-таки город туда же из поликлиника товары для животных наверное ветеринарная клиника тоже скорее всего сто процентов есть есть такая вот речка все-таки ее осенняя печальная красота меня впечатлило и захотелось это снять аж скоро выпадет снег уже вот это место кстати похоже на струнино но струнино речка меньше гораздо там вот плюс струнино у меня была мысль переехать струнино струнино мне бы хватило на хорошую квартиру прям с ремонтом но это очень далеко я испугалась что во первых дядя руслан не сможет ко мне ездить во вторых если что-то пойдет не так с моим каналом комары в глаза то я не смогу устроиться на работу на другую потому что струнино в александре работы по ходу нет вообще такое впечатление но может быть там есть но какие-то там зарплаты меньше чем мой доход на нас ютуба скорее всего там средняя зарплата не на 15-20 тысяч в принципе где-то такой примерно доход с ютуба и есть у меня хоть она все-таки побольше будет но у меня что-то одолела печаль у меня сначала вот первое время у меня была эйфория думала вау круто я переехала все супер пупер будет теперь у меня все будет шикардос и а сейчас я понимаю что короче переезд открыл другие проблемы в том что нужно заниматься ремонтом это требует капитальных вложений средств сил времени денег вообще всего всего все нужно вкладывать 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 а неизвестно еще как сложится потому что я еще пока тут только неделю я не знаю как у меня это сложится отношения с людьми с соседями особенно меня беспокоят соседи сверху потому что их нет то есть просто там никого нету там такое впечатление что квартира пустует и свет у них там не горит в окнах такое впечатление что они то ли уехали куда-то то ли там просто стоит пустая квартира и продается так же как моя и неизвестно кто туда въедет я хотел вообще квартиру на последнем этаже но почему-то квартира аналогичная моей то есть угловая убитая без ремонта на последнем этаже стоило гораздо дороже если я свою квартиру купила за миллион пятьсот то я говорю аналогичного вида квартиры убитая в четырех на четвертом этаже четырехэтажного дома угловая стоила уже по моему миллион восемьсот или даже миллион девятьсот и то есть я бы уже не уложилась без кредитов а кредит я боюсь брать ввиду того что очень сложное мое сейчас положение на работе мне очень некомфортно ездить теперь буженина наверно поэтому мне психологически грустно потому что вроде бы я хотела уехать из села буженина в город а вроде бы физически я уехал но мне все равно нужно ездить в село на работу и теперь я понимаю что раньше когда я жила в селе мне естественно было несомненно комфортнее ездить на работу тогда чем сейчас и вот это меня несколько стало мне не нравится это то что мне не комфортно ездить такие вот дела теперь я думаю что в принципе я неплохо и в селе жила но там вот непонятно перспективы на будущее весьма туманное туманнее чем вот тот дальний лес потому что вроде бы там норм все с одной стороны а с другой стороны как-то и не норм потому что ну что-то там непонятное как как-то что-то там вообще что-то непонятное что-то там вообще и совсем непонятно и вроде бы как это повышение ни карьерного не финансового не творческого роста мне никто не обещал я думаю что лучше конечно решиться на перемены сейчас пока еще сравнительно молода мне 34 года мне будет феврале 35 на мой взгляд я раньше думал мне вот камня было 20 лет там в основе камень был 15 16 то мне люди за 30 казались уже каким-то глубокими стариками и старухами вообще просто как старухи и зергиль там какие-то вообще такие очень пожилые мне казалось что они уже дряхлые что у них уже какие-то старческие болезни наверное у людей в таком почтенном возрасте ну сейчас я понимаю что нифига подобного никаких старческих болезней в 30-35 лет быть не может если вы конечно ведете социально приемлемый образ жизни старческие болезни в 30 лет появляются у того кто сильно бухает или что-то употребляет или изначально имеет какие-то проблемы со здоровьем это уже не возраст виновата видимо там генетика или что-то еще это не какие-то там жизненные обстоятельства аварии болезни и так далее то есть у человека который там у него не отягощенная наследственность с ним не случались никакие беды у него в принципе в 35 лет еще никаких старческих болезней нет но я так понимаю что если дальше так затягивать и ничего не делать то потом будет мне сложнее решиться на переезд я так и буду тянуть и тянуть а потом ко мне будет лет 40 или даже 50 конечно уже переехать будет уже сложно или даже невозможно потому что я буду все время думать ой а зачем а зачем и так все было хорошо и так все было прекрасно замечательно не надо ничего менять и так все очень очень круто поэтому я думаю если что-то менять то менять надо сейчас пока есть силы пока не так страшно у меня какая-то вот не знаю мы одолела печаль я стал думать а правильно ли я поступила не понеменял или я шила на мыло ой столько вложений нужно в это старое новое жилье я взойду на кучу мусора тут кружатся комары и моя сумка упала и в общем сниму отсюда в общем теперь я переживаю и думаю не поменяла ли я шила на мыло не придется ли мне менять все обратно недавно ездила в пушкино по делам и в пушкино конечно же конечно же в пушкино еще цивильнее потому что это еще более вот если первое время я переехала из села в город мне казалось вау город прям как монта карло горят огни улицы разливные напитки магазины парикмахерская за домом дом разные салоны красоты всего этого естественно в селе бужниного не было и мне показалось что вау супер я я в мегаполисе просто нахожусь то сейчас мне уже конечно уже не кажется мегаполисом я уже была в пушкино и поняла что в пушкино как-то даже и ну и поинтереснее и там уже брусь тут а свал в бужниного просто были дороги с такими земляными грязными обочинами пока дойдешь до работы уже весь будешь грязи тут уже асфальт аспареврики тротуара асфальта и нормальный вполне приличный асфальт а в пушкино уже брусчатка уже какие-то кованые оградки и все остальное я думаю что а вот тут может быть и надо было все-таки впрячься в ипотеку опа смотрите сколько комариков последние комары тут роятся за тучу прям комаров сегодня кстати какой-то 15 что ли или сия 17 по моему октября или 18 на общем сегодня октябрь такое предзимье но внезапно потеплело и как-то кружатся кружатся роятся комары на закате даже хотят наверно кусать меня до комаров тут дофига я все время хотела жить у воды но минус жизни у воды этого целые какие-то столбы роящихся комаров и в общем сейчас я пока еще в раздумьях я не знаю как правильно я как-то не знаю правильно ли я поступила все ли я сделала правильно не поспешила ли я как-то пар изо рта не поспешила ли я со своими какими-то действиями вот потому что сейчас понимаю сейчас и работу надо менять и все надо менять и в общем жизнь как-то поменялась как прямо это по-другому повернулась и я еще не знаю этого благо к лучшему или к худшему приживусь ли я тут не будет ли у меня каких-то проблем не будет ли у меня конфликтов вообще с соседями с какими-то другими жителями города не будет ли у меня там каких-то беспокойств не будет ли мне причиняться неудобств потому что бужниново честно сказать неудобства мне причинялись там не давали мне спокойно снимать блоги постоянно какое-то недовольство было со стороны местных жителей. Там очень мне мешали шум. Там шумно ночью, потому что у меня окна на дорогу были. Там завод шумел. Вообще там как-то шумно было. Это меня напрягало. То здесь, блин, я боюсь вдруг. Вот квартира уже убитая, требует ремонта. Вдруг я вложусь в ремонт. Вдруг я потрачу свои деньги. А у меня их не так много. Вдруг мне придется вложиться. А там, понятно, придется вложиться. Нужны трубы менять и окна, и батареи. И полы, и стены. То есть все. И газ, и проводку. Я думаю, вдруг я вложусь, а жить потом не смогу. Вот это будет, конечно, обидно. Естественно. С одной стороны. С другой стороны. А может быть, все пойдет к лучшему, поменяется. Я как-то освоюсь, привыкну, и все будет хорошо. Так что, с одной стороны, надеюсь на лучшее, но очень опасаюсь, очень беспокоюсь. Тем более, конечно, сейчас встает вопрос о том, что, скорее всего, на новом месте мне нужна еще и новая работа. Вот. Ладно. Спасибо большое всем, кто меня смотрел. С вами была Марина Морлов. Пишите вы, что об этом думаете. Переезжали ли вы на новое место, особенно в такую в убитую квартиру? Как у вас там сложилось? Вообще, часто ли вы переезжаете? Решились бы вы на переезд? Или вы считаете, что все время, где родился, там и пригодился? Ну, у меня вообще в последнее время какая-то тоска, печаль. Такое впечатление, что мне хочется уже в город, действительно, в большой. Я все время хотела... У меня никогда не было мечты и желания жить где-то там в Бужениново, где-то там в селе, в деревне. Мне никогда не хотелось жить. Мне все время хотелось жить в каком-то городе. Даже мне хотелось жить в крупном городе, в Питере мне хотелось жить. Но как-то не удалось. В общем, и сейчас бы хотелось бы, но я не могу оставить. У меня тут дядя Руслан, у меня тут теперь свое жилье, а в Питере там вообще какие-то проблемы с работой, какие-то проблемы с зарплатой. А тут прямая электричка до Москвы. Можно, в принципе, если будет нужда сильная, можно и в Москву поездить, а там можно и зарабатывать. В общем, тут как-то я себя поувереннее чувствую. В Питер все-таки это далеко. И я бы, конечно, навсегда переехать не решилась. Мне дядя Руслан говорит, ну ты бы, говорит, зачем ты покупаешь? Ты бы, говорит, если любишь переезжать, ты бы снимала, говорит, просто квартиру бы. И это было бы, говорит, тебе проще. Вещи не надо было бы перевозить. Но если снимать, у меня такие кошки, ну особенно кот вот этот серый, он обдирает все обои. С ним, короче, ни один арендодатель не выдержит этого кота у меня. В общем, с ним хрен что снимешь. Вот такие вот дела. Ну ладно, ребята, что-то вечереет уже, фонари зажглись. Пойду-ка я дальше гулять. Ну и вообще в сторону дома, наверное, возможно. Мне еще разгребаться, мне еще разбираться. Мне еще сегодня нужно выложить для вас кучу роликов, которые я не могла выложить раньше, потому что не было интернета. Да и комары что-то как-то активизировались. В общем, всем спасибо, кто меня смотрел. Всем счастливо. И пока-пока. С вами была Марина Мурлок. О, рыба плещется там. Причем такая нехилая там плещется рыба. В общем, всем счастливо. И всем пока-пока. Там вот плеснулась. Продолжение следует...